Пресс-тур красноярских журналистов в страну нашего соперника за право провести у себя универсиаду завершился. Наша съемочная группа не удержалась и прогулялась по двум мегаполисам Швейцарии, Цюриху и Женеве. Сегодня мы завершаем серию материалов из этой страны. Путевые заметки от Ирины Алиевой смотрите далее. Маршруты всех туристов, кто приезжает в Женеву, начинаются именно с этого места. Мы с оператором Александром Ермошенко не исключение, поэтому сразу же отправились сюда, на Женевское озеро или Лиман, самое большое озеро Альп. Бирюзовая вода и множество птиц, лебедей и уток здесь, как и у нас, принято подкармливать. Вот и предприимчивые жители Женевы специально продают хлеб. А вот чего у нас нет, так это речных трамваев, которые здесь привычный вид транспорта. Женева – это жемчужина Швейцарии. Ее многие любят. Женева знаменита своим прекрасным озером. Здесь много интересного, ведь этот город известен еще в эпоху Средневековья. Поэтому многие туристы считают, что хотя бы раз в жизни нужно посетить Женеву. Когда-то тут жили Чарли Чаплин и Владимир Ленин, а Петр Ильич Чайковский написал на берегу Женевского озера оперу Евгений Онегин. И в наши дни эта страна привлекает множество людей со всего мира. Швейцария – многонациональная и многоконфессиональная страна. В Женеве почти половина – иностранцы. Прогуливаясь по городу, можно заметить множество магазинов с часами, как бюджетных, так и брендовых марок. Но их скупают неудивительно, ведь все, кто приезжает сюда, хочет увезти те самые швейцарские часы. А вот магазинов с легендарным швейцарским сыром мы так и не увидели. Зато поразились ценам. Швейцария – вторая в мире страна после Норвегии по дороговизне. Тарелка макарон с соусом или иначе порция пасты стоит на наши деньги 800 рублей. Пол-литровая бутылка воды – 80, литр бензина – 64 рубля. Но и зарплаты тут соответствующие. Средняя – порядка 300 тысяч рублей. Насчет транспорта – в большом почете тут трамваи. Они ходят по всему городу и четко по расписанию. Отмечу, есть еще одна особенность. Всем туристам, кто останавливается в отеле, выдают вот такой вот проездной билет. По нему абсолютно бесплатно. Можно проехаться на любом общественном транспорте. Поэтому, чтобы посмотреть достопримечательности Женевы, не нужно тратиться на дорогу. А это плюс. В Женеве расположены штаб-квартиры многочисленных международных организаций. ООН, Красного Креста, ВТО, ВОЗ, ЦЕРН. А рядом с городом, на границе с Францией, находится самая большая экспериментальная установка в мире – большой адронный коллайдер. Второй крупнейший город страны – Цюрих – известен всему миру как финансовая столица. Тут находятся штаб-квартиры страховых компаний и банков, в том числе международных. А еще главные офисы – Международная федерация футбольных ассоциаций и хоккей с шайбой. Но многие сибиряки за границей все равно думают о родном Красноярске. Город Красноярск, конечно, для меня лично является уютным, добрым, родным. Приятно путешествовать, узнавать мир. Но самое главное из этого всего – брать хороший багаж и привозить, применять все лучшее. Сочетать то, что есть у нас в Красноярске. Как говорят специалисты, чтобы о Красноярске также слышали и много знали далеко за его пределами, как мы знаем о Цюрихе или Женеве, важно проводить у себя крупные события. Универсиада как раз и даст этот шанс. Ведь на всемирные студенческие игры приедут сотни спортсменов и журналистов с разных стран, которые расскажут о нашем регионе всему миру. Ирина Алиева, Александр Ермошенко. Новости.